Уполномоченные по защите прав предпринимателей эту должность учредили в России еще в 2012 году в Чувашии. Бизнес-омбудсмен появился в начале 2013 года. Им стал Владимир Иванов. Сегодня мы поговорим с ним о том, от кого приходится защищать наших предпринимателей сейчас и с какими они сталкиваются проблемами. Владимир Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Перед нашей беседой буквально встречались с бизнес-сообществом. На что жалуются? Какие проблемы? Да, был прием в прием на президента Российской Федерации. На прием пришло на самом деле не так много людей, 6 человек всего. Но это, я думаю, связано с тем, что мы ведем работу на постоянной основе, и каждый день к нам обращаются люди. И непосредственно ведем прием каждый день. И поэтому сегодняшний прием – это не что-то такое из ряда вон выходящее. Но, тем не менее, были интересные вопросы, которые касаются такого широкого даже круга лиц. Например, обсуждается вопрос об ограничении продажи алкоголя на территории города Чебоксары в тех или иных продовольственных магазинах. Администрация города, к примеру, предложила ограничить продажу алкоголя расстоянием 100 метров. Но в таком случае, как посчитали сами предприниматели, практически 90% розницы у нас просто лишится права реализовывать эту продукцию. Соответственно, ряд, особенно сетевых, крупных магазинов получит неоспоримое преимущество. И я, насколько помню, когда был депутатом, еще в 2006-2007 году этот вопрос очень серьезно обсуждался. И тогда все-таки остановились на расстоянии в 20-70 метров от таких магазинов, от продовольственных магазинов, чтобы находились социальные объекты. И, наверное, все-таки мне кажется, что это разумное расстояние. В противном случае рынок города Чебоксар ждет своеобразной революции. И таким образом, безусловно, вредные привычки мы не сможем искоренить, а получим достаточно серьезные проблемы в плане недобора налогов, в плане того, что люди будут вынуждены приобретать эту продукцию не в реальных легальных каналах, а им придется приобретать эту продукцию где-то у нелегальных каких-то продавцов. Я думаю, что нам необходимо это избежать. Это вот один из вопросов. А вот как эту инициативу планируется оспаривать? Что будете делать? Будем выходить на администрацию города Чебоксары и непосредственно общественность. Кстати, предприниматели, которые пришли сегодня, они уже принесли тысячу с лишним подписей против этой инициативы. То есть общественность, я думаю, сейчас очень большую роль играет при принятии решений администрации города Чебоксары. И не учесть это мнение будет невозможно. Ну, тема действительно резонансная, еще какие-то интересные случаи, наверное, были обращены. К примеру, да. Еще бы обратил внимание на такой случай, что кафе работало достаточно давно. Это жилищный комплекс «Алиса» рядом с новым комплексом университета. И каким-то образом, видимо, были недовольства со стороны жильцов этого дома по отношению к этому кафе. И обращаясь в администрацию города Чебоксары, было выявлено, что предприятие осуществляет свою работу без получения необходимой разрешительной документации на открытие этого кафе. С одной стороны. Но с другой стороны, когда этот дом сдавался, администрация города принимала это помещение как кафе. То есть, соответственно, такой здесь получается конфликт законодательный. Предприниматели имели представление, что они имеют право работать. Потом оказалось, что по факту, что они попадают на штраф 100 тысяч рублей и на ограничение работы кафе до получения всех разрешительных документов. А в этом случае тоже можно как-то помочь что-то сделать? Ну, я думаю, что, по крайней мере, закрывать это помещение и это кафе до получения разрешения мы будем ходатайствовать, чтобы кафе не закрывали. Потому что кафе один раз, если будет закрыто, очень много мы знаем таких случаев, а потом наладить поток обратно людей будет очень сложно. Есть, наверное, какие-то случаи, когда к вам обращается уже все, как в последнюю инстанцию, когда все меры уже испробованы, вот в этом случае тоже. Как это помогаете что-то вообще возможно сделать? Вы знаете, каждый случай индивидуальный. И я бы даже, наверное, сказал, что каких-то системных больших таких проблем, которые касаются целых отраслей, наверное, таких я бы даже, наверное, сейчас не стал выявлять. У каждого предпринимателя, который ведет свой бизнес, есть свои определенные проблемы, да, которые бывают иногда касаются круга лиц. И, допустим, я бы обратил внимание на такую системную проблему, наверное, которая касается работы наших предпринимателей с фирмами-однодневками. Безусловно, это уход от налогов, это способ оптимизации своих бизнес-процессов. Однако, как правило, в последнее время получается так, что предприниматели, экономия какое-то время на ведение своего бизнеса, да, на экономия на оплате этих налогов, потом вынуждены общаться как с налоговыми органами, так и доказывать свою правоту в судах, что они правомерно использовали налоговые вычеты. Есть вопросы относительно выкупа по 159-му федеральному закону преимущественного права выкупа помещений, используемых для предпринимательской деятельности. Вы, я так понимаю, представляете, что предприниматели имеют право выкупать те помещения, которые длительное время, больше двух лет они арендовали и использовали для своей предпринимательской деятельности. Но если захотеть найти, скажем так, лазейки и не предоставить предпринимателю право выкупа, к примеру, есть такой способ найти расхождение в размерах арендуемого помещения. Допустим, 10 лет назад он арендовал помещение 200 квадратных метров, приходят сейчас инженеры бюро технической инвентаризации и считают, что у него 201 квадратный метр. То есть из одного квадратного метра может возникнуть проблема в приватизации этого помещения. И вот приходится и такие проблемы решать. А если приходится взаимодействовать с какими-то местными властями, с муниципальными властями по поводу решения проблем предпринимателей, вот здесь какие-то проблемы возникают? Вы знаете, основные вопросы возникают, безусловно, на муниципальном уровне. Но мы однозначно видим, когда мы обращаемся, когда предприниматели обращаются, желание в целом муниципальных руководителей решать проблемы. Почему? Потому что предприниматели, особенно малые предприниматели, оплачивая налоги, оставляют деньги в первую очередь в муниципальных образованиях. Это единый налог на умение на доход, часть налога по НДФЛ, понятно, поэтому муниципальные власти осознали, что необходимо создавать все максимально тепличные условия для предпринимателей, чтобы они оставались именно на их территории, не уходили из их района, из их города или не уходили из республики. И поэтому реально сейчас чувствуется поддержка. Я думаю, что те люди, те предприниматели, которые сталкиваются, уже подтверждают правильность сказанных мною слов. Это все-таки в стране непростые времена, да, курс рубля нестабильный, санкции. Вот это все-таки как-то головной боли нашим предпринимателям добавило. Повлияло ли это как-то на количество обращений к вам, на характер обращений к вам? Ну, по характеру обращений, на самом деле, за три года смещается акцент, одних обращений становится меньше, например, о продлении договоров аренды, потому что предприниматели стали понимать, какова правоприменительная практика, и таких вопросов сейчас у нас практически нет. А два года назад они доминировали. Зато сейчас есть вопросы по поводу увеличения процентных ставок банками в одностороннем порядке. Вообще, в целом, увеличение процентных ставок и невозможности получения кредитов. И в связи с кризисными явлениями, с одной стороны, предприниматели получили возможности заполнения тех рыночных ниш, которые не могут заполнить иностранные товары. И значительная часть предпринимателей, особенно в сельском хозяйстве, говорят о резком росте интереса к их продукции. С другой стороны, из-за роста курса доллара увеличивается себестоимость продукции, а наши, допустим, электротехнические предприятия не могут сильно увеличить стоимость. И, соответственно, уменьшается прибыль, а при уменьшении прибыли, соответственно, инвестиции в развитие, в рост производства в том объеме, который был раньше, невозможен. И поэтому предприниматели в основном сейчас продолжают работать, но пока не сильно развивают бизнес, а исполняют те заказы, которые в текущем плане существуют. Спасибо. Да, всего доброго. Я напоминаю, мы говорили с уполномоченным по защите прав предпринимателя в Чувашии Владимиром Ивановым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова